Мы раскрываем тему чувства собственного достоинства в отношениях с совестью теперь. Мы в отношениях с самим собой как бы раскрыли, поговорили о том, как стать сильным человеком. Мы говорим, что сначала нужно принять судьбу, что принять судьбу нужна сила. Откуда брать силы? От природы, от людей и от Бога. Заставь себя идти в храм. Не можешь? Слушай лекции. Наполнись сначала дома, потом иди все равно куда-нибудь в храм. Какую веру выбрать? Свою веру. Нет никакой — выбирай. Лучше в той культуре, в которой ты вырос. Потому что на веру намекает культура, в которой человек родился. Уже намек есть от Бога. Ну то есть выбери этот путь отношений с Богом. Выбери сильный путь, не слабый. Знаешь, что человек сам по себе не может выжить. Трудный период наступил. Люди, когда сами своими силами выкарабкиваются, они теряют себя. Только контактируя. Взять у природы — отдать людям. Силы появились — служи другим. Взять у людей — отдать людям. Взять у Бога — отдать людям. Если человек замкнутый, он взял и себе хочет. Ничего не будет. У нас была такая ситуация разок. «Победа над трудностями судьбы» семинар назывался. Мы учились желать всем счастья. Одна женщина вышла, мне тяжелый период жизни, весь зал повторял. «Я желаю всем счастья». Я ей говорил, все, что вы получаете в сердце в виде эмоций, радости, отдавайте людям. Она встала, все повторяют «Я желаю всем счастья». Она такая, я говорю, отдавайте, хватит эмоций выплескивать. Она не слушает меня. Я так и спасила всем. Я говорю, отдавайте, желайте всем счастья. И представляете, ее так напрягло, что она прям аж так тяжело стала. Она начала задыхаться. Мы остановились. Я говорю, вам надо не копить в себя, вы лопнете. Когда лампочка в одну сторону, энергия идет, она лопается просто. Человек не может так. Она говорит, я думал, мне надо побольше набрать. Ее благодарность просто отдавал. Я говорю, надо счастье назад отдавать, то, что получили. И она когда начала, все у нее восстановилось. Понимаете, не надо в себя накапливать. Мы проводники, мы не как бы, не аккумулятор. Человек активно все берет, отдает, берет, отдает, он светится, лампочка начинает сиять. Если в нее только входит, она лопается, перегревается. Лампочка только так может светиться, когда светить везде, светить всегда, светить до дней последних донца. Светите никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце. Значит, пусть светит тогда, а если нет, тогда нет.